Отчего зависит любовь к школьному предмету? Где всегда поддержат, когда тяжело? Стоит ли пропускать через себя чужую боль? Статсекретарь, заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва ответила победительнице конкурса «Медиакласс в ТАСС» и на личные вопросы, и на общегосударственные. Анна Евгеньевна, здравствуйте. Меня зовут Ильина. Спасибо большое, что согласились дать интервью. Ильина, добрый день. Анна Евгеньевна, 2024 год объявлен в России годом семьи. Расскажите, пожалуйста, всегда ли вас поддерживали близкие? Вот, например, многие мои сверстники сталкиваются с недопониманием в отношениях с родителями. Как у вас было? Я всегда чувствовала поддержку своих близких, и для меня семья имеет очень большое значение. Однако мы все проходим определенные свои возрастные этапы, и просто на каких-то, может быть, моментах мы имеем разные взгляды с более старшим поколением. Я всегда знала, что моя семья меня любит, всегда подставит плечо, если я ступлюсь, если я совершу ошибку. Ни в коем случае нельзя бояться. Важно, чтобы ты имел все-таки опору со стороны или своих друзей, или своих близких. Согласна, с вами опора, безусловно, важна. Да. Перейдем к другому вопросу. Министр просвещения России сказал, что он не против вернуть оценки за поведение в школе. Какая у вас была оценка? Хорошая, но не всегда отличная. Какой любимый и нелюбимый школьный предмет? Любила физкультуру. Я любила литературу. Мне очень нравилась биология, зоология. То, что связано с познанием человеческого тела, человеческого разума. Русский язык мне нравился всегда. Нелюбимый предмет, не могу сказать, какой-то один. Очень многое всегда зависит от учителей. Я помню период, когда, например, приходил сильный педагог по математике, алгебре, геометрии. Но он настолько нас погружал, что на момент его преподавания, то есть это 8, 9, 10 класс, это тоже становилось любимым предметом. Точно так же можно, наверное, и педагогу, наоборот, отбить желание изучать тот или иной предмет. Поэтому прошу обратить внимание, вот как раз в вузах, которые готовят наших учителей, большое значение будет иметь возможность контактировать со студентами, и возможность увлечь ученика, студента тем или иным предметом. Думаю, что вы здесь со мной согласитесь. Безусловно, да. Перейдем к вопросу про патриотическое воспитание в школах. Как вы считаете, достаточно ли его сейчас? Патриотика сама по себе закладывает именно глубокие нравственные позиции, отношения, преданность, любви и к своей отчизне, к своей родине, и к своим близким в том числе. Поэтому сейчас это направление возрождается теми, кто доносит до нас это, являются в том числе и герои современности, герои специальной военной операции, герои предыдущих локальных войн и конфликтов. Давайте поговорим про ваш фонд «Защитники Отечества». Через него проходит очень много непростых действительно историй. Как не пропускать через себя чужую боль? И помогает ли вам в этом ваше медицинское прошлое? Ведь врач всегда должен быть спокойным, чтобы быть полезным. Очень хороший вопрос. Я бы ответила таким образом. Ограждаться эмоционально от того, с кем ты работаешь, ни в коем случае нельзя. И это очень важно, потому что именно пропуская через себя чужую боль, ты можешь делать всё возможное, чтобы оказать помощь человеку, чтобы поддержать его. И именно такие неравнодушные люди и работают у нас в фонде. Это сами члены семьи, которые в том числе потеряли своих близких или их близкие находятся в зоне специальной военной операции. Это мамы, жены, героев, погибших ребят. У нас работает 300 человек. Это сами ветераны, которые в том числе получили тяжёлые ранения. И, конечно же, вот эти люди, они, как никто другой, понимают ту боль, с которыми приходит человек. И те инструменты, которые помогают человеку пережить те или иные серьёзные моменты. Фонд «Защитники Отечества» активно помогал тогда, когда у нас случилась трагедия теракта в Крокус-Сити-Холле. Именно московский филиал тогда стал центром, куда приходили близкие, где оказывалась в том числе психологическая помощь. Сейчас в Курской области в фонд «Защитники Отечества» ни один человек не уехал и не эвакуировался. Они продолжают помогать семье, старикам, детям, возят продукты, лекарства. То есть помогают всем, чем могут. Поэтому не нужно огораживаться. Нужно просто понимать, для чего ты это делаешь. Когда ты чуть-чуть хотя бы облегчил жизнь кого-то, когда ты смог помочь кому-то, является для нас самой большой наградой. Спасибо вам большое за ваш труд. Нельзя даже словами передать, что испытывают, наверное, те люди, которые находятся сейчас в фонде, которые спасают жизни ежедневно. Давайте перейдем немножечко к более позитивной ноте. Ваш фонд помог проекту «Ньюм ТАСС» создать ролик, очень трогательный, где дети рассказывают, почему их папа — герой. Как вы сейчас помогаете бойцам и семьям бойцов? Работа фонда очень разнонаправленна. Она касается той помощи, которая существенна именно во время возвращения к мирной жизни наших ветеранов. Помогаем оформить выплаты, которые положены государству, как на федеральном, региональном, муниципальном уровне. Проводим для наших ребят диспансеризацию. Выявляем те заболевания, которые у них обострились или выявились впервые. Если человек получил ранение, тем более инвалидизацию в результате ранения, мы обеспечиваем современными протезами, ортезами, техническими средствами реабилитации, в том числе дающими возможность заниматься спортом. У нас такие примеры есть. У нас ребята играют в теннис и ходят даже в горы, ездят на велосипеде, занимаются марафонами. Кроме того, если человек принимает решение поменять свою профессию, мы ему предоставим возможность бесплатно получить образование или ту или иную специализацию. Конечно же, работа психологов, пережить посттравматический и стрессовый синдром. Работа юристов, которые оказывают бесплатно помощь. Мы снимаем ролики, снимаем рассказы, фильмы, ставим спектакли, издаем книги, как раз увековечивающие память, историческую память о наших героях, о страницах нашей истории. Спасибо вам большое, Анна Евгеньевна, за интервью. Очень познавательно. Спасибо. Спасибо, Анна. Вам удачи. Спасибо большое. Удачи. Убегов, конечно же, в учёбе. Большое спасибо вам. Спасибо.